Весне дорогу. Регион готовится к началу полевых работ. Планы и возможные проблемы обсудили на заседании правительства. По прогнозу 65% посевных площадей отведут под кормовые культуры. Зерновой клин – 31%, картофель и овощи – 3% и 1% на технические культуры. Есть пока неопределенность с площадью посева льна Долгунца. Культуры планируют засадить 760 гектаров против 428 в прошлом году. Но это не точно. Эти планы зависят от строительства льнозавода. Хочу сказать, что основное решение по строительству должно быть принято банком в конце этой недели. Мы ждем результата в понедельник и уже будет четкое понимание по посевам льна, по востребованности этих посевов. Что касается ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, тут губернатор просит своих коллег проявить внимание и чуткость ко всем, кому эти площади приглянулись. В прошлом году введено почти 3,5 тысячи гектаров. В этом планируют 5 тысяч. А директор профильного департамента беспокоен сокращением ярового сева в ряде районов – Заволжском, Южском, Ивановском, Пестяковском. При том, что проведенная инвентаризация показала – возможности не сокращать есть. Ко мне обращаются фермеры, жалуются на то, что они не могут получить землю, не могут оформить эту землю, не могут оформить постройки, которые они уже сделали, животноводческие помещения. И при этом эти же районы, ну в частности, вот часть жалобщиков была в том числе из тех районов, которые на слайде указаны. Я хочу попросить, Станислав Сергеевич, включить в оценку работы глав районов, в том числе показатель по работе с землей сельхозназначения. Что касается отказа фермеров или затягивания сроков оформления земли, Денис Леонидович, вы, пожалуйста, мне закрытый доклад с каждым таким случаем сделаете. В каком муниципальном районе конкретно, кто принимал документы, чего и причины. Начнем с того, что просто поможем нашим муниципальным образованиям с компетенцией по этому вопросу. Оформлять надо действительно быстро. Что касаемо поддержки финансово, Департамент сельского хозяйства и продовольствия уже приступил к перечислению федеральных денег. В марте сумма составила 3,6 миллиона рублей. В апреле запланировано почти 200 миллионов рублей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.